Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущие всем приветища, всем доброго, бодрого утречка. Все проснулись? Наверное, да. Поэтому будем начинать. Не забываем, чтобы проснуться и чтобы утро прошло у вас более продуктивней, гладонуть немножечко кофеечку или чаечку. У Палыча сегодня вообще компот из этих, из черной смородины, тоже очень вкусно. Ну да ладно, что это я про смородину? Давайте говорить лучше про Наташку. Но не забываем, чтобы было Палычу на душе приятнее, вы поймите, пожалуйста, лайкос. Лайкос за видос, комментик, подписочку оформите. И, собственно говоря, поехали. Знаете, пропустил ее один ролик. Я сегодня говорил про тот ролик, там, где Губарева готовила жрату очередную. В очередной были разглокольствования с ее стороны. Но начинаем не с этого. Начинаем вот с чего. Значит, что тут происходит? Вот про мотоход так спросить. И тут же у меня есть ответ на данный вопрос. Что, сегодня все, опять же, через одно место? И, походу, дело да. Потому что, знаете, вот начало ролика уже животрепещущее. Выходит Губарева, значит, в огород. Начинает нам показывать свои окрестности, округи. Показывает нам то, что сад уже зеленеет. Скоро персики. Скоро на продажу будем продавать. Хотя вы, на самом деле, кого я обманываю. Персики там даже если вырастут, то, скорее всего, они там сгниют. Как сгнили яблоки, так, собственно говоря, все там сгниет. Потому что вывозить, продавать, ухаживать – это как бы не про эту семью. Ну, да ладно. Значит, нет. Ну, дед там еще может что-то сделать. Но, опять же, на деде все не вывезешь. А Губарева это надо поскольку-поскольку. Значит, касаемо, значит, огрестности. Показывает Губарева нам зеленые свои плантации. И при этом, знаете, вот и говорит, как красиво, какие дали, как все прекрасно смотрится и прочее. Да. Если бы не одна существенная бы такая изюминка, так скажем, то, что скрашивало всю данную картину, это, знаете, наличие огромное количество мусора, валяющегося по ее территории. Вот, главное, накануне, только делала, ну, как накануне, может быть, неделю назад, две назад делала уборку. Там что-то, травку какую-то на территории собирала и прочее. Значит, и все. Куда это все подевалось? Вернее, откуда взялся этот мусор? Кто-то скажет, если этот мусор прилетел от соседей, то тут стоит, наверное, задуматься. С одной стороны, у них соседи, вот с левой стороны их участка. Там они люди держат скотину, там люди ухаживают за своим огородом. Поэтому оттуда прилетит навряд ли. Значит, дальше за ее пределом поле. Никто там не ходит, никто не шастает. Возникает резонный вопрос, кто это насорил? И возникает предположение о том, что не Танюха ли это намусорила? Вместе с Губаревой всевозможные пачки от чипсов, от сухариков. Ну, то, что пивом закусывали там. Ну, не знаю, только всего лишь мои предположения. Давайте по фактам говорить. Сегодня мы говорим, значит, опять очередное, знаете, ответвление правильного питания, диета, картошка там с мясом с утра на завтрак. Да, как бы возникает вопрос. Чем сегодня будешь удивлять нас? Какой своей диетой? Кто-то, может быть, напишет, что нам будет удивлять правильным питанием и наличием масла, майонеза и прочее. С этим, конечно, можно согласиться, можно не согласиться, но для меня сегодня более шикардосный был момент, когда Губарева реально, знаете, от души удивила тем, что взяла картоху грязную, положила на стол и начала ее чистить. Все нормально. Зачем ее чистить, знаете, в раковине? Зачем, как тут писали там комментарии, возьми пакетик, возьми отдельную там кастрюльку, миску пластиковую, почисть там, ну, чтобы было меньше грязи, соответственно. Ну, зачем? Если у латахи есть длинные рукава, у деда есть длинные рукава, собственно говоря, сейчас почистятся, потом рукавами придрутся, как бы все нормально, как бы все довольны. Тут о чем говорить? За какие е, за какие вот эти микромоменты, если у них, вот прям, не знаю кто, наша аудитория, ее аудитория подметила хорошо, кошки валяются в углу, там, где с собакой с этой, там, да, на тряпье, на каком-то, уже засанном всем грязничем, это тряпье в пору уже выкинуть и дать нормальную постилку для кошки. Можно свой тулуп отдать или свою шапку. Ну, палыч свою отдаст, палыча норковая. А вот Губаревой было бы в пору постирать бы все эти шмотки или хотя бы заменить их, там, ну, не имеет значения, просто обновить, так скажем. Ну, опять же, зачем? Зачем? На то она и любовь такая, наверное, к своим дочкам, сыночкам и прочее. И лишний раз поднимать пятую точку от стула, если она привыкла к тому, что все проще, делаем то и делаем так, чтобы было гораздо проще это сделать без каких-либо лишних телодвижений. Ну, как-то так. Значит, ладно, мы не будем с вами говорить про какие-то плохие микромоменты, давайте подытожим. Значит, что у нас сегодня получилось? А получилось у нас, как написали кто-то из ее подписчиков, какая же великолепная картошка. Ммм, пальчики оближешь, просто белиссимо. Вот смотрю на эту картошку я, как она приготовилась, в каких условиях готовилась, рядом как эти кошки с собаками бегали, какими руками Губарева брала. Да вообще, в целом, по ситуации, и мне кажется, что, я не знаю, нельзя, конечно, говорить так, но я бы точно не стал такое бы есть, отказался бы, будучи бы в гостях, это не для меня, честно. Но кто-то, может, если вас захотел бы, картошечки от Наташки, напишите ниже в комментиках. Так, значит, что мы еще не досказали с вами? Да, наверное, в принципе, все досказали, не буду затягивать этот ролик. Мы с вами, так, вы знаете, быстренько встретились, немножечко потрещали, пообщались. У нас с вами четверг сегодня, великолепно, остается нам один денечек, и наступают выходные. Поэтому буду с вами прощаться, чтобы увидеться с вами вновь. Большое спасибо всем за вашу дичайшую активность, за ваши комментарии, за ваши лайки, подписки. С вами был Егор Павлович Княжин, увидимся с вами очень скоро. Всем до новых встреч, всем пока!